Грыжа на колесе явление знакомое многим автолюбителям. Вроде не сильно задели бордюр или попали в небольшую яму. И вот уже на боковине колеса образовалась характерная шишка. Давайте разберемся, как она влияет на управляемость и безопасность. Можно ли продолжать движение и возможен ли ремонт. Грыжа появляется из-за повреждения корда, то есть внутреннего слоя, обеспечивающего целостность шины. Достаточно проехать выступающие рельсы на переезде, либо при парковке ткнуться в острый край бордюра. Поначалу можно визуально ничего не заметить, особенно если повреждения на внутренней стороне. Но это только пока вы не тронулись в путь. Во время движения грыжа проявляет себя незначительным покачиванием кузова и появлением ритмичной вибрации. При скорости 60 км в час добавляется заметное биение руля. Игнорировать такие симптомы ни в коем случае нельзя. Ситуация будет лишь усугубляться, а значит есть риск, что шина внезапно потеряет давление или просто лопнет. Грыжа чаще всего образуется на передних колесах и вряд ли вы сможете сохранить контроль над машиной в такой ситуации. Кроме того, постоянная вибрация будет расшатывать и разбивать элементы подвески и рулевого управления. Амортизаторы, подшипники, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг. А это грозит дискомфортом не только вам, но и вашему кошельку. Поэтому заметили грыжу, меняйте планы и сразу отправляйтесь в ближайший шиномонтаж. Только там грамотно смогут оценить степень проблемы. Двигаться при этом нужно не выше 70 км в час, избегая резких стартов и торможений. И, конечно, внимательно смотрите на дорогу. Ведь и без того поврежденной покрышке достаточно даже небольшого препятствия или перегрева, чтобы окончательно испустить дух. По пути лучше периодически останавливаться и проверять размер грыжи. Если она разрастается на глазах, вызвать эвакуатор. А если до мастерской далеко, лучше поменять проблемное колесо на запаску. Или хотя бы переставить на заднюю ось, так безопаснее. Дальнейшая судьба покрышки с грыжей зависит от характера повреждения, ее расположения и размера. Но в любом случае, прежней шина уже никогда не станет. Даже после качественного ремонта существенно просядут характеристики износа стойкости и прочности. Изменится форма и, как следствие, балансировка. Если расставаться с покрышкой никак не хочется, можно использовать восстановленную шину как запасное колесо. А впредь смотрите на дорогу, а не в телефон. И аккуратней паркуйтесь у бордюров.